Добро пожаловать, друзья, в мое новое видео, где буду рассматривать топ-10 стратегий для хорошего времяпрепровождения на 100 часов прохождения. Лайк сейчас, комментарий потом и давайте уже начинать. Age of Empires 4, стратегическая игра, действие которой происходит в режиме реального времени. Четвертая часть серии порадует массой обновлений и нововведений, а также позволит нам стать полноценной частью событий за счет реалистичной атмосферы. Возьмитесь за исполнение роли главного героя и смело отправляйтесь защищать свое государство от коварных оппонентов. Помимо сражений с противниками, ты будешь исследовать многочисленные локации, добывая ценные ресурсы, заполняя арсенал мощным оружием, а также стараться развивать свое государство, постепенно приведя его к процветанию. Бери под контроль мощную армию и становись на пути сопротивления, чтобы ни один, даже самый коварный враг не сумел воплотить свои планы в жизнь. Подключи отвагу, хитрость и навыки стратегического планирования, ведь во многих моментах соперника можно победить не только силой, но и смекалкой. Что касается графики, то она также была улучшена и стала еще более атмосферной. Total War Warhammer 3 – это стратегическая игра в реальном времени, которая является третьей частью серии Total War, посвященной вселенной Warhammer Fantasy. Игрокам предстоит управлять фракциями, представленные в игре, включая людей, орков, некромантов и другие расы. Каждая раса обладает уникальными юнитами, способностями и стратегическими особенностями, что добавляет глубину и разнообразие в игровой процесс. В Warhammer 3 игрокам предлагается развить свои владения, вести войны, заключать союзы и принимать стратегические решения, которые окажут влияние на исход сражений. Графика игры также выполнена на высоком уровне, с детально проработанными юнитами и окружающим миром. Также игра предлагает как сражения в реальном времени, так и пошаговые сражения на карте мира, что добавляет разнообразие в игровой процесс. Эта игра предлагает игрокам погрузиться в захватывающий мир фэнтези и принять участие в невероятных сражениях за власть над вселенной Warhammer. Иксион – это интересная космическая стратегия, в которой вам предстоит найти подходящую планету для зарождения жизни. Человечество было вынуждено уйти с Земли, и сейчас мировые правительства заняты решением неотложных проблем. Для длительных космических путешествий строятся огромные станции, способные вместить сотни тысяч человек. Здесь необходимо управлять комплексом, чтобы найти благоприятную для жизни планету и вместе с командой основать там колонию. Чтобы успешно справиться с этой непосильной задачей, необходимо изучить основы навигации и управления. Вы должны избегать метеоритных потоков и скоплений астероидов, держаться подальше от звезд и продолжать исследования окружающей среды. Выживайте в столкновении с другими выжившими и прокладывайте себе путь к новым станциям. Устанавливайте взаимовыгодные торговые отношения, собирайте ресурсы, участвуйте в боях, а также отдавайте приказы подчиненным и доводите их до конца, пока они не достигнут поставленных целей. Вы всегда будете стоять перед выбором и многое будет зависеть от ваших решений. Прозвенхайм. Игра разработанная в жанре градостроительного симулятора с элементами выживания, где нам предстоит сражаться и справляться с различными жизненными трудностями. Исполни роль отважного и бесстрашного викинга, который возглавит свой могущественный клан и отправится покорять многочисленные земли. Где на пути тебя будет ожидать немало преград и опасностей, а также бои с оппонентами, которые потребуют от тебя особой силы и навыков стратегического планирования. Старайся всегда развивать свои навыки и боевые характеристики, что позволит в будущем уничтожить еще более коварных противников. Исследуй окружение, добывай ценные ресурсы и полезные предметы. Займись строительством и сделай все, чтобы добиться уважения участников сообщества. Первоначальная задача заключается в создании поселения и в дальнейшем его развитии, налаживая все возможные аспекты деятельности и создавая необходимые условия для жизни. Удели внимание армии, которая также должна быть очень хорошо вооружена. Пройди все преграды и стань лучшим предводителем, заслужив уважение свыше. Age of Honduras 4 Это продолжение очень популярной игры в жанре стратегической ролевой игры. Игра перенесет нас в захватывающую фантастическую вселенную, где мы сможем играть важную роль. Роль лидера, чья задача заключается в том, чтобы привести свой народ к процветанию. С самого начала ты создаешь уникальную расу и будешь стремиться развивать ее в лучшую сторону. Как лидер ты будешь улучшать свои профессиональные навыки, так как каждый уровень игры становится все сложнее. Во время игры тебе предстоит сражаться с различными противниками, так как завоевание территории является одной из основных целей игры. Для этого важно проявлять свои стратегические способности, тактику и смекалку. Кроме того, необходимо следить за экономикой и учитывать желания горожан, чтобы обеспечить комфорт и безопасность их жизни. Но одним из главных достоинств игры является ее визуальное исполнение, которое наделено красивыми эффектами, яркими цветами и реалистичностью. Total Conflict Resistance Крутое сочетание стратегий и шутера, где все действия будут происходить в режиме реального времени. Мы отправляемся на просторы фэнтези государства, расположившегося на небольшом острове, которое до недавнего времени процветало и совершенствовалось. Все изменилось ровно в тот момент, когда власти пришло время смениться, а во главу государства встал жадный, коварный и жаждущий денег правитель. Прошло уже более двух десятков лет, а от былой процветающей страны совсем ничего не осталось. Повсюду разруха, упадок и безработица. Нам же предлагается исполнить ответственную и важную роль, роль предводителя масштабного восстания людей, которые больше не намерены соглашаться с законами и готовы сделать все, чтобы свергнуть власть. Графика наделена реалистичной атмосферой за счет своей рисовки и звуковых эффектов, а также игроков точно порадует незаурядный и непредсказуемый сюжет, где все будет зависеть только от игрока. Дюна, Spice Wars, это фантастическая стратегия в реальном времени с элементами глобальной игры. Действие игры происходит в вымышленной вселенной Дюны, которая стала темой многочисленных книг, фильмов, сериалов и игр. Сюжет основан на первой книге, но в значительной степени опирается на фри-то-плей игру, где каждый игрок создает свою собственную историю. Игроки смогут выбрать одну из четырех доступных фракций и привести ее к победе в войне за планету Аракас и ее ресурсы. Игра ловко сочетает в себе классические элементы РТС, а также глобальную планетарную стратегию. Таким образом дается глобальная карта, разделенная на участки, и именно на этих участках ведется война с другими фракциями. У каждой стороны есть свои сильные и слабые стороны, как в плане технологий, так и в плане войск. На глобальной карте рассматриваются крупные вопросы, а также интриги и дипломатия, в то время как на обычной карте происходят кровопролитные сражения. Игроки могут строить различные сооружения, использовать полученные ресурсы для обучения войск и строительства новых транспортных средств. Отрядами можно управлять, а сами сражения масштабны, в них участвуют десятки войск. Все здания, локации и юниты в игре имеют проработанную графику и довольно узнаваемый дизайн. Manor Lords – стратегическая игра в эпоху Средневековья. В центре игровых механик реалистичный процесс строительства зданий и напряженные поединки с вражеской армией. Строительный элемент базируется на исторических данных о городах и деревнях. Все постройки представлены в игре максимально достоверными. Ландшафты и типы местности влияют на процесс формирования поселения. Создавайте торговые маршруты, налаживайте рыночные отношения с соседними городами и займитесь экономическим процветанием поселения. Назначайте разные занятия поселенцам. Они будут заниматься возведением сооружений, другие впахивать плугами поля, третьи располагать железо, пасти овец и так далее. Занятий представлено огромное множество и каждому жителю найдется работа. Мир развивается динамически. Присутствует смена дня и ночи, а также сезонов. Меняется погода, жители города могут подхватить болезни. Также поселение может охватить война, нищета, голод и другие беды. Военные юниты представлены пехотой, конными всадниками и осадным оружием. Баталия представляет собой полномасштабные войны с участием огромного числа юнитов. Разрабатывайте тактику и повышайте навыки солдат. Отряды имеют параметры усталости и боевого духа. Про что не стоит забывать. The Valiant. Игра, разработанная в жанре тактической стратегии, которая отправляет нас на просторы мира прошлого, а именно в 13 век. Ты исполнишь роль отважного рыцаря, который после определенных событий решает вновь вернуться в любимое дело и вступить в борьбу со сторонниками зла. Ты отправишься на поиски ценного артефакта, владелец которого автоматически получит немыслимую силу. Своим главным противником станет бывший соратник с его могущественной армией, поэтому нужно как следует подготовиться к сражению. По мере исследований изучай локации, выполняй различные задания и собирай собственную армию, которая будет способна превосходить армии оппонента. Порадует сюжетная линия, обогащенная неожиданными поворотными событиями и сюрпризами, которая точно не даст нам поскучать ни минуты. Визуальное исполнение отлично проработано, наделено приятной анимацией и интересной рисовкой средневекового мира. The Universum представляет собой довольно масштабную и чрезвычайно интересную симуляцию, в которой пользователю поручено создать свой собственный мир. Отправляйтесь на неисследованную планету и создайте там небольшое поселение, которое впоследствии может стать огромной межгалактической разумной цивилизацией. Как только вы окажетесь в своих владениях, имеет смысл основать колонии, чтобы ваши владения расширялись и появлялось больше возможностей. В этой игре не обойдется без борьбы за свою жизнь, так как на каждом шагу вас будут подстерегать препятствия, а ваши враги не останутся позади вас ни на минуту. Планета, с которой вам предстоит столкнуться и исследовать, генерируется случайным образом, что делает игру намного интереснее и сложнее. Стоит отметить, что необходимо остерегаться непредсказуемых погодных условий и различных катастроф, так как они всегда будут препятствовать вашему продвижению к цели. Но благодаря этому игра выглядит еще лучше, наравне с другими играми этого жанра. Помните, что ключом к успеху является концентрация, терпение и стратегическое мышление. Будьте настойчивы и не бойтесь экспериментировать. Только так можно стать истинным чемпионом в мире видеоигр. Спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин